8, 2, 3, 1, 12, 12, 16, 16, 17. Отжимания, подтягивания и прыжки в длину. В течение нескольких дней участники спортивного фестиваля готов к труду и обороне будут сдавать знакомые еще со школы нормативы. Первый день борьбы за знаки отличия уже позади. В 2014 году президентом нашей страны был сделан указ о возрождении этого комплекса. И вот на сегодняшний день в течение этого всего времени мы вместе со всеми выполняем эти нормативы. Я считаю, достаточно успешно. На одной площадке собралось 15 возрастных групп. Для каждой разработан свой объем заданий. Проверить свои возможности в этот день решили около 150 участников. Большинство из них со спортом на «вы». Но к тестированию подготовились. Сдать нормативы ГТО решились и сотрудники регионального телеканала ОТВ. Вообще в детстве, конечно, я занимался спортом, играл в баскетбол. Но все это было очень любительски. А потом, ну, где-то лет пять назад начал ходить в спортивный зал. В принципе, стараюсь поддерживать себя в форме. Конечно, когда по краю в командировках ездишь, носишь штативы за операторами, бегаешь за людьми, у которых записать комментарии, конечно, тут нужна подготовка. И в таких рабочих полевых условиях, так скажем, и нарабатываем вот эти навыки, которые сегодня нам пригодятся. Ну, определенно, спринтерские навыки в погоне за синхронами мы отрабатываем. Причем конкретные. Особенно, когда кто-то очень не хочет его нам давать, вот тут приходится побегать на скорость. Хотелось очень приобщиться к этому большому, дружному, спортивному движению под названием «Готов к труду и обороне». И тем более, очень много сотрудников общественного телевидения «Приморья». Сегодня здесь. Мы такая большая команда. Ну, и хочется проведить себя, конечно. Ведь каждый день жизнь дает нам новые вызовы. И хочется соответствовать. На самом деле, я первый раз участвую в таком мероприятии. И могу сказать, что достаточно сложно для меня. Хотя человек, я такой, достаточно подготовлен. Я в первый раз вообще пробую ГТО. То есть на службе предложили из Минтруда. И я согласился, естественно. Пошел создавать, проверить себя, что я умею. То есть сегодня первый раз попробовал гири. Очень понравилось. Возможно, практикую потом вне ГТО. Борьба за личные рекорды и знаки отличия продлится еще несколько дней. По итогам участники смогут получить бронзовые, серебряные или самые ценные золотые знаки ГТО. Главное – не сходить с дистанции и держать победный настрой.